Всем привет, ребят! С вами я, Кира. На это вы просто не представляете, как же я по вам соскучилась. И, конечно же, сегодня я выполняю одну из ваших просьб. Как-то мне в комментарии написали, Кира, сними про женские сисечки. И какой же характер у женщин одного типа груди, у другого типа груди, и какие они вообще в постели. Про мужские писюнички мы уже с вами говорили. У меня уже, знаете, вообще глаз наметан, да, вроде так говорят. Я уже просто могу увидеть мужика и сказать, какое у него писюм. Вот честно, вот честно, я еще никогда, ни разу еще не ошибалась, я в своей жизни. Итак, виды сисечек. Первый вид это у нас яблочки. И яблочки, вот именно, знаете, такие наливные, которые не огромные, а которые помещаются в ладошку, и они такие аккуратненькие, аккуратненькие, и на них приятно смотреть. Такие яблочки, ну, и к старости, в принципе, могут остаться и яблочками. С яблочками это обычно очень решительные и такие сильные особые. Они очень редко просят о помощи. А если они что-то решают сделать, то они все так капитально прям взвешивают. Они никогда не просят о помощи посторонних людей. Они все пытаются сделать сами. Это очень страстные особи, но я вам скажу, что они раскрываются не перед всеми. То есть сначала нужно добиться, войти в доверие, показать ей в постели, на что ты способен. И потом вот она уже раскрывает себя, раскрывает все карты. И тогда ты просто будешь балдец, ходить с ума с этой девушкой вот именно в постели. Но в жизни с такими девушками очень сложно и тяжело. Второй вид это вишенки. Вам может показаться, что это то же самое, как и яблочки. Но нет, вишенки они чуть-чуть дальше расположены друг от друга и они чуть-чуть поменьше. Вишенки по своей натуре они очень интеллектуальны и утонченны. Любят искусство и литературу. Они очень обаятельны, но не общительны. С мужчинами на стадии знакомства они очень холодны, ну так же, как и в постели, можно сказать. Но если они понимают то, что это ее мужчина, то тогда держись. То тогда девака вам еще покажет. Или вам еще трудно будет от нее отвертеться. Поэтому такие тоже выбирают, присматриваются. И поначалу они стараются выглядеть холодными. Третий вид это лимончики-чики. Знаете, такие есть грудь, они чуть-чуть вытянутые и в стороны, да? Тут немножечко кусочек у меня большой получился. Лимончики, они знают, как себя преподнести. Они очень универсальны в постели. Они любят различные эксперименты. Но при этом они всегда сохраняют свой стиль и шару. Четвертый вид это бананчики. Знаете, бывают такие грудь, которые вытянутые прям к низу. И сосочек у них тут, знаете, так высоко. Они прям вверх смотрят. Знаете, как когда фильмы раньше снимали, у них лифчики еще вот так вот стояли. Ну, у меня тут вообще нечего не стоять. Ну, так вот стояли, знаете, так вверх. Короче, когда грудь конкретно стоит, и сосочки прям смотрят в небо. Бананчики это немного разъяренные, страстные, брутальные и очень импульсивные особи. Ох, попадись такой под руку. Что же она с тобой сделает в постели, неизвестно. Еще у них есть такое, что они часто раздражаются по пустякам. А как вы думаете, какие у них в постели? А в постели, тут нетрудно догадаться, они любят быть доминантом. Если вы любите мелдом, то бананчики, девушка с бананчиками, она явно не для вас. Пятый вид, он зачастую всеми любимый, это арбузики. Арбузики или дыньки. В общем, это очень большая грудь. Потому что большую грудь, ну, любят большинство мужчин. Кстати, напишите в комментарии, какая вам грудь нравится больше. Маленькая или большая? Ну, может быть, средняя. Ну, средняя, наверное, большинству все-таки, да? Чем арбузики. Вот так. Арбузики у нас зачастую наивные, но далеко не глупые. Они ненавидят лицемерие и манипуляции. В сексе арбузики, как бы это ни звучало странно, но зачастую они стеснительны. И они предпочитают, чтобы мужчина брал на себя ту самую активность. Шестой, очень-таки интересный вид, это маленькие карманы или мочалки. Да, бывают такие грудь, знаете, у девушек, у женщин, у которых кожа, ну, не самого хорошего качества, я хотела сказать, ну, простите меня. Ну, нет, ну, кожа такая бывает сухая, обвишая, знаете, ну, просто, это кожа такая, человек тут, как бы, ни при чем. И у них бывают вот такие грудь, которые просто вот так вот висят, как карманчики, да, даже у молодых особей такое бывает, да, я сама лично видела. И, как бы, женщина тут, ну, ничего с этим сделать не может, ну, если делать только операцию, ну, это, опять же, много-много денег, но не у всех этих денег есть, правильно? Вот, поэтому карманчики или мочалочки. Мочалочки – это такие очень скрытные личности, на них, скорее всего, нельзя рассчитывать. Но они умеют слушать и, причем, давать правильные, нужные советы. В сексе такие очень чувствительные и эмоциональные. Они любят долгие ласки, долгие прелюдия. Для них должно быть все очень-очень нежно и не очень быстро. То есть такое вы просто так где-нибудь золом быстренько не перепихнетесь. Последний вид – это бутылка. Это когда грудь, вроде тут широко, потом тут пошла-пошла опять, ну, как бутылка с водой. Я тоже видела такие груды, поэтому могу утверждать, что да, такие груды есть. Я уже пошла куда-то. В общем, такие особи, такие особи с бутылочкой, они очень мечтательны и оптимистичны. Их всегда привлекает что-то новое. Они очень общительны и азартны, у них всегда улыбка на лице, это зачастую, и хорошее настроение. В сексе же любят кувыркаться до умопомрачения. Вот единственное, что их не привлекает – это унижение. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот такие, собственно, виды сисечек у нас сегодня были. А сейчас ваша очередь. Напишите в комментарии, какие вы сисечки видели и правда ли, что это совпадает вот с тем, что я сказала мне, потому что со мной уже интересно. Оставляйте обязательно комментарии под этим видео, пишите, что вы хотите видеть в следующий раз. Я обязательно прочитаю и учту ваши пожелания. Конечно, я вам хочу сказать, что у меня есть закрытая группа ВКонтакте и не одна. Как в нее попасть, вы можете написать мне в личные сообщения. Чтобы мне написать в личные сообщения, нужно под этим видео есть ссылка на мой ВК. Проходите ВК и пишите мне, и я сразу отвечаю. А, кстати, не забывайте в Инстаграм, Инстаграм, ТикТок. Там постоянно новые видео, постоянно новые сторис. Там вы можете намного больше увидеть в моей жизни, чем вы видите вот здесь. Тут это просто какая-то капелька. В общем, ребята, я вас всех везде жду. Все ссылки в описании. Ну, а с вами была я, Кира Финай. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дружные истории от Киры, ведь жизнь, она не презик, не резина. Весь адрайв, если вам заходит, то Кира уже на подходе. В оригинальной оральной секционале, банальность и нет, все гениально. Весь оргазм ждет на канале, все мокро и во влаге. Жми сабскрайб, колокол, по-братски. Давай, камон, без маски. Жми сабскрайб, колокол, по-братски. Давай, камон, без маски.